Стойте! Какое природное явление? Какое? Весна! А еще? Восход солнца! А еще? Да каждое утро в нашей стране Просыпается женщина! А на кого похожа наша женщина, когда она просыпается? Наша женщина, когда она просыпается, она вообще ни на кого не похожа! А кто сказал на черта? Это вы, видос, чертями спите! Потому что я не знаю, как выглядит черт! Наташа женщина, когда она просыпается, она вообще ни на кого не похожа! Так она хороша! А потом по нарастающей хороша! Обалдеть, как хороша! Чертовски хороша! К вечеру пик формы! Потом уснула лицом на стиральной машине! Проснулась и опять хороша! А? А вы представляете? Я вот это говорю вам и думаю, что вот мужчины... Мужчины, я говорю вам, посмотрите на женщин, которые рядом с вами сидят! Ну что я говорю, сами посмотрите! Ну рядом женщины, весна на улице! Поглядите! Нет, не смотрят! Не смотрят! Ну кто хочет, идите сюда, может я лучше вижу! Пожалуйста, кто хочет, идите отсюда, посмотрите на женщин! Сидят! А боятся, что денег возьму! А потому что на женщину смотреть это удовольствие, правильно? А за удовольствие надо платить! А вы представляете? Вы представляете, если бы нам дали недельку выспаться! И несколько дней поесть не торопясь! Сидят! Где бы был этот Голливуд, если бы мы туда попали! Что такое Голливуд? Это же придумка! Что такое Голливуд? Вы только подумайте! Вечная диета! Вечная! Одна маслинка, тщательно пережеванная в сутки! И не есть, выплюнуть! А вы посмотрели журналы сейчас? Весенние журналы, мода вот сегодня! Это же... Вы знаете, почему они не носят вот такие вот декольте? Ну вот такие! Знаете, почему такие декольте? Не знаете? Они на чем держаться, не на чем! Вот оно все сползает на коленки! Ну разве я не так говорю? Это вся фигура состоит из талии! Талия, 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 талия! А мы в основном эту талию не носим! Она нам дышать мешает! Она нам жить жмет! Вообще, знаете, у меня идея! Я с этим, собственно говоря, и вышла! Я мечтаю! Я хочу! Сегодня, в этот день! В этот мой день! Я хочу создать партию, которую бы я назвала Партия красивых женщин! А потому что за партии красивых ножек пойдут все! Но есть же такие партии! КПРФ! ЛДПР! ЁПРСТ! А наша бы партия называлась Слияние! Красиво, правильно? Я даже в зал пойду! Я хочу спросить! Я хочу спросить! Скажите, пожалуйста, вы за КПРФ, за ЁПРСТ или за Слияние? За Слияние, конечно! Конечно! А хотите стать членом нашей партии? То есть, собственно, вы уже член! Я имею в виду партии, конечно! Вносите членские взносы! Это я к тому говорю, что я же спонсоров ищу! Для каждой партии вынуждена искать поддержку какую-то материальную! Смогли бы? В антракте я здесь встану! Как вас зовут? Дмитрий! Дима собирает взносы членские! Кто готов, пожалуйста, к Диме! Лозунг нашей партии? Скажу! Женщина-двигатель прогресса! Кто за? Я объясню! Если в женщина те давние годы, так-так-так-так, далеко-далеко, не сползла бы из дерева, чтобы умыть свою мордашку в луже, мужчины бы до сих пор сидели на ветках! Мы сползли, умылись, прихорошились! Вот они за нами и последовали! Разве это не так? Я скажу, у нас есть программа! Кто за? Пожалуйста, дайте мне это понять! Кто за? Я объясняю! Первый пункт нашей программы! Первые три свадьбы в жизни женщины за счет государства! Цветы, конфеты, косметика каждый день за счет государства! Каждой женщине по кусочку Сибири! АПЛОДИСМЕНТЫ И не только с морозами, но мехом, лесом, газом и бриллиантами тоже! АПЛОДИСМЕНТЫ Я предлагаю, чтобы все дела, которые заведены на олигархов, передать женщинам во временное пользование вместе с олигархами! Я уверяю вас, через недельку олигархи прибегут и будут просить, чтобы с них взяли налоги, если после нас у них что-то останется! Я предлагаю, чтобы министром обороны была женщина, которая готовится стать матерью! Чтобы отдавала приказы сердцем, а не матам! Я предлагаю, чтобы в кабинете у президента каждый день сидела кормящая мать! Чтобы увидел, как кормят и думал, чем будет кормить завтра! АПЛОДИСМЕНТЫ Все руководящие должности отдать мужчинам! Ну, зачем нам это? А мы раз в неделю после сауны и массажа заходим к нему в кабинет! Нога на ногу! Разрез, естественно, до ребра! Нет, не до бедра, до ребра! Лицо, как у идиотки, абсолютно! Знаете, чтоб во взгляде был так кнут и пряник! Такой Мерседес и обида! АПЛОДИСМЕНТЫ Понимаете? Чтоб так было! Я подхожу к нему! Можно я к вам? Я к вам же! Вы же уже член партии! Можно я к вам? Я еще раз вас... Можно? Я попрошу! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, понимаете, членов должно быть много! АПЛОДИСМЕНТЫ Я подхожу, милый! Ну! Посмотри, у меня лицо как у идиотки! Это похоже! А лицо? Мое лицо подходит? Оно похоже на лицо идиотки? Не похоже на лицо идиотки? Значит, вам нужно, чтобы еще более идиотичное лицо было! Чтобы идиотка была совсем, да? Смотрите! Ой, нет! Почему не надо? В прошлый раз было лучше! Лучше в прошлый раз! Я репетирую, как в прошлый раз! Милый! Как ты? Все хорошо! Все хорошо? Милый! Милый! Это у тебя в кармане пистолет или ты так рад меня видеть? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Все! Смотрите! Он мой! Женщину вот так надо! Вот так и надо! А мысю-сю-мусю! Все! Раз и мой! Садитесь! Пока! Угу! Какой он замечательный! Какой он прелестный! Какой он все-таки чудо! Женщины! Дорогие! Я хочу просить мужчин, чтобы они делали для нас глупости! Дорогие мужчины! Мы же любим вас за те глупости, которые вы делаете для нас! Ну делайте эти глупости уже завтра с утра! Это партийное задание сразу! Ну как какие глупости? Ну как какие? Ну летом в жару шугу к ногам! Нравится? А? Да мы же вас обожаем за это! Ну у вас же ближе нас никого нет! Ну разве что только диван! Ну это же не в счет! Дарите нам цветы! Дарите, пока они растут для нас! А не над нами! И на всей планете! Ведь есть только мужчины и женщины! Ведь больше никого нет! Никого! И что нас с вами разделяет? Ничего! Что объединяет? Любовь! За любовь! За любовь! АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, как же это красиво! Как же это потрясающе! И думаешь о том, что вот скоро лето и все! Нужно будет снять себя! Потому что мода, мода! От нее никуда не денешься от моды! В прошлом году летом мы поехали на гастроли в Сочи и после концерта пошли к морю! Какие девочки! Какие ножки! Какие купальники! Мать моя! Вот эти вот фасончик вот этот! Как это называется вот это? А? Как этот фасон-то? Стри... Стри... Стринги! Вот это когда ниточка внутри! Боже мой! Она уже ничего не поможет, эта ниточка! К чему она там идет? Она же ни от чего не защитит уже! Я когда это... Знаете, почему я об этом говорю? Я недавно нашла фотографию своей мамы в купальнике! Я решила, что она в пальто! СМЕХ Она... На фотографии... Она сидит на берегу какой-то реки В купальнике, значит, вся в шерсть какая-то вот на ней Она на берегу реки и ножки закапывает в песочек Чем она загорала? Не знаю! Не понимаю! Вообще как-то все меняется! Мы так меняемся! Мы так приноравливаемся к жизни, к моде, к этой! И если вспомнить, вот еще совсем недавно, когда встречались две подруги Как они встречались после летнего отдыха! Ты так выглядишь! Ты так потрясающе! Так поправилась! Похорошела! Если сегодня хочешь потерять подругу, можешь сказать ей такой комплимент! Ты просто больше никогда не увидишь! Совсем другие оценки! Ты так похудела! Ты так... Истощала! Вот тут уже, пожалуйста! Вот тут уже, пожалуйста! Вот это то, что надо! Конечно, я завидую! Конечно, манекенщица! У меня приятница манекенщица! Топ-модель! Как я хотела это сыграть! Как я хотела! Я думаю, как это я могу манекенщицу! Ну я! Ну как это я! Вот это вот могу! Знаете, она такая... Такая... Ну вообще... Отморожено! Ну... Ну хоть бы ты, Кларка, сказала, как я выгляжу! Я говорю, ты и вешалка с ногами! Ну ты даешь! А знаешь, как жрать хочется! Я только об этом и думаю! Кларка, я ведь устаю очень! Очень! За вечер двадцать платьев сняла, надела, сняла, надела, сняла, надела! Однажды снимаю, ничего не снимается! Так испугалась! Зеркало глянуло, а я голая! Сейчас на афодиум идти волнуюсь! Трясусь так! С меня даже трусики сползают! Ой, что это я на себя напялила-то, господи! Как же там на картинке-то было нарисовано! Для нас же картинки специальные вешают, чтобы мы в нужные дырки попадали! Погоди, там одна рука видна из-под платья! Как-то так голова торчит из кармана! Нет, погоди, если голова из кармана, получается она близко к попе! А вдруг люди перепутают, где что? Хотя нет, что я тебе говорю, перепутают! У головы же губы накрашены! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это что? Я недавно одну модель показывала! Наш кутюре из шил из паутины! Знаешь, что такая паутина прозрачная? Паутина гафры, пуговицы из сушёных мух, пряжки из таракан! АПЛОДИСМЕНТЫ Я надела тущие паутины! Еще коса в руки, и все, смерть пришла! АПЛОДИСМЕНТЫ Жрать хочется! АПЛОДИСМЕНТЫ Слышит, что в животе? На подиум идти боюсь! Я же с животом их музыку заглушил! Ой, Кларк, что ты? Мы недавно были в одном городе, там мэр города, на показах были. Мэр города в нашу честь устроил прием. Кларка, такой стол. Я на стол глянула, в слюне запуталась. Я на шоу менеджера спрашиваю, что мне нужно из еды? Она говорит, клизму. Я говорю, ну ладно, я жрать качу. Она говорит, тебе худеть надо. Я говорю, ну пробовала, но кости уже не худеют. Я сказала, надо. Я говорю, не ори, похудею. Она говорит, как я могу похудеть? Выщиплю брови, отрежу ногти. Все считает, красота, а манекен ищет. Ага-га, топ модель. Кларка, устаю ужасно. Домой приду, брови вымою, ресницы отклею, губы сотру. На себя в зеркало гляну. Ой, себя боюсь. А, конечно, на улицу пойду, там на крашу, тут на омаж, вот тебе и красота. Как это говорят классики? Красота спасет. Как говорят, красота спасет. Как это, красота спасет. Какой мир. Красота спасет мы-мр. Спасибо. Боже мой, Анна Юрьевна. Здравствуйте, Анна Юрьевна. Мама Володи, Володя Винокура. Спасибо. Как мою маму. Спасибо. Мария Васильевна Брунова. Спасибо, Мария Васильевна. Спасибо. Ну, вы знаете, вы заметили, я думаю, что заметили. Все выходят, объясняются в любви мужчины и тут же убегают. И остаешься одна. И каждый вечер одна. Хочешь, думаю, господи, хоть бы кто-нибудь нашелся. Но кто-нибудь нашелся бы, побыл бы моим мужчиной хоть на какое-то время. Проводил бы меня. Что я хожу одна? Ну, что хожу одна? Обидно, ужасно. Стал бы мужчина. Проводил бы меня до работы. Я бы себя женщиной почувствовала. Что хожу? Стал бы, говорю, мужчина. Стал бы, говорю, мужчина. Проводил бы меня до работы. И главное водить-то недалеко, вон, рядышком. Я бы себя женщиной почувствовала, правда? Ну, встал бы, ничего, я себе встаю. Что правда? Конечно. Что проводите? Можно. Что правда? Да. Правда, а как вас зовут? А? Валерия. Валерия, Валерия. Валерия. Можно, правда, Валерия? Вы возьмете меня под руку. Это ваша жена? Рядом жена? Рядом жена, как зовут, как зовут? Галина. Галя. Я верну Галя. Хорошо? Валерия, вы меня возьмите. Нет, я хочу показать. Всем хочу. Это мой Валера. Я вскочил, ринулся. Валерия, возьмите мне под локоток, и мы с вами поднимемся. Вы, конечно, не будете ко мне по дороге приставать, правда? Да, конечно. Жалко, я так рассчитывала. Валерия, как мы с вами пойдем, направо или налево? Вы как по жизни привыкли, направо или налево? Да и налево, и направо можно. Галя об этом знает, нет? Галя, куда чаще, направо или налево? Где вы его застаете? Ну, сегодня мы прямо, ладно? Вы возьмите меня под локоток, и мы поднимаемся с вами по ступенчикам. Вообще, я даже не могла себе представить, что сегодня такой вечер. Валера, одну секундочку. Боже мой, эти цветы вам. Валера, вам цветы. Валера, я вас всю жизнь ждала, и вы идете ко мне с цветами, а я волнуюсь. Понимаете, вы идете, а я волнуюсь. Вы не видели моего Валерия, не видели, нет? Придет, не придет. Валера, а вы идете, а я волнуюсь. Вы не видели моего Валерия, не видите? Валера. Это вы? Валера. Правда, что ли, вы, Валерия? Я так волноволзовала. Да я узнаю вас, узнаю, Валерия. Я думала, придете, вы не придете. Это цветы? Мне? Мне? Боже мой. Я так тронута. Валера. Боже мой, честно, я так тронута. Откуда у вас в Москве такие деревянные цветы, Валера? Но вы знаете что, Валера? Я эти цветы поставлю в вазу. Вот к вашим ногам. Вы будете сидеть как будто в клумбе. Вы здесь, я здесь. Садись, пожалуйста, Валера. Садись, садись. Это ваш стул. Я здесь. Чашечку кофе для Валерия. Пожалуйста, Валера. Вообще какой-то удивительный вечер. Такая весна, так хорошо. Просто замечательный кофе. Пожалуйста, пейте. Чувствуйте себя комфортно. Вообще удивительно. Пейте, пейте, пейте. Для вас специально пейте. Боже мой, боже мой. Такой, Валера. Пейте кофе, Валера. Честное слово. Ну как, это пейте, пейте, пейте для вас. Вообще удивительно, удивительно. все так хорошо и зал чудесный правда и вообще как этой погоды сегодня удивительно пейте чушь вы держите уже начали так и меня конечно не собирались угощать но надо я как-нибудь сама себе позапоги запокоюсь лечка мне тоже чашку кофе мы вдвоем с валерием будем пить вон жену неудобно учил человеком неловкое положение валера как вы себя чувствуете все в порядке у вас да мы будем пить вместе с вами хорошо мы пьем мы пьем валерий валера имя вас красивый ваверий очень красиво а мне тоже есть любимые не знаете как георгий красиво я даже вас хотел попросить для меня сегодня побыть георгию жорж пейте кофе пейте пейте жорж пейте пейте кофе жорж какой вечер мы пьем вместе да скажите милый жорж а кем вы работаете чем вы занимаетесь я работаю начальником гаража они приятные мы больше говорить не будем будем исключительно приятным говорить я вообще подумал что вы бизнесмен честно я подумал да бизнесмен думаю но директор банка владелец банка почему нет это же сцена на сцене все возможно почему нет спинку спинку держите спинку руку на колено на на свое уверенный взгляд уверенный 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 в зал уверен нет пока начальник гаража но вы знаете я хочу сказать сегодня у каждого бизнесмена у каждого политика есть человек который занимается внешностью приличного политику прилично называется это человек знаете как называется имидж мейкер имидж мейкер позвольте мне побыть вашему имиджмейкером ненадолго можно да глупости театральные но они так меняют внешность даже себе представить но эти усы я вам конечно не предлагаю потому что в них лучше банки грабить а вот эти жорж надевайте надевайте усы надевайте спинку ровно спинку спинку ровно руки уверенный взгляд леонид якубович ну приз в студию пожалуйста жорж вам ну что ж такое носить усы что ли не получается ну давайте еще разочек еще разочек мы репетируем у нас должно получиться еще найдите нос это главное выбирайте эту шкатулку лету любую эту или эту любую любую это приз открывать а жорж вы выиграли номер моего телефона положите в карман будете мне звонить я буду ждать еще разочек вот так да надели но то ли нос такой то ли усы такие непонятно да пьем кофе мы пьем уже уже кофе с усами получается знаете я однажды видел дед мороз пил кофе знаете как он делал он делал так давайте попробуем может получится усы подняли кофе влили усы на место все хорошо получать да бросьте вы их бросьте уж если так не получается оставь жорж жорж доставьте вы жорж мне так хотелось бы чтобы пригласили меня танцевать жорж я жду такая музыка то есть и так он удивительный мой жорж такой он удивительный какой он замечает мне жорж такой вечер я не хочу вас отпускать жорж я так хочу чтобы вы мне сегодня читали стихи что я застала вас врасплох Тогда я буду говорить, а вы за мной повторяйте только с чувством, хорошо? Получится? Давайте. Слушайте. Здравствуй, милая моя. Здравствуй, милая моя. Я тебя дождался. Я тебя дождался. Ты пришла, а я ушёл. Ты пришла, а я ушёл. Просто растерялся. Просто растерялся. Просто растерялся. Жорж, откуда вы знаете мои любимые стихи? Может быть, какой вечер? Я не хочу вас отпускать, Жорж. Я не знаю. Я, знаете, я хочу шампанского, Жорж. Я хочу шампанского. Сделайте всё, что хотите, Жорж. Я хочу. Сегодня такой вечер. Я имею право. Это мой день, Жорж. Я хочу шампанского. Вы же... Ну, давайте. Куда вы смотрите? Ну, вам надо сказать, шампанского на сцену. Шампанского на сцену. Так даже водки не дадут. Это же шампанское. Это же шампанского. Шампанского на сцену. Шампанского. Жорж, пожалуйста, вы хотите всё сегодня для нас? Наливайте. Мы будем пить за процветание вашего банка. Если вы ко мне повернётесь с другой стороны, я тоже буду рада. Очень хорошо выглядите, Жорж. Мы будем пить за вас. За ваши успехи. За вас, милый Жорж, очаровательный Георгий, пресный Жорик и совершенно замечательный Валера. За вас. За вас. Пейте, пейте. Вы так кричали шампанского. Пейте. За рулём я договорюсь. Пейте, ну, хотя бы глоток. Жорж. Всё хорошо? Шампанское. Настоящее? Да. Шампанское настоящее, Жорж. Настоящее. Расхрабрился. А кофе был настоящий? Очень. То есть не просто, а очень настоящий. Мы с вами по-настоящему танцевали, правда? Правда. Вы читали стихи, вы были замечательны. Вы освоились, вы как будто дома, как будто всю жизнь на сцене. Всё хорошо? Всё хорошо? Очень. Всё хорошо? Хорошо. Нет сомнений. Если вы освоитесь, если так хорошо, шампанское настоящее, кофе настоящий, ну, тогда скажите, счёт на сцену. Счёт на сцену. Вот уверенности никакой нет в голосе. Счёт на сцену. Ну, счёт на сцену. Да не на стену, а на сцену. Пожалуйста, счёт на сцену. Счёт на сцену. Счёт – это ваши аплодисменты. Ваши аплодисменты Георгию. Ваши аплодисменты замечательному Валерию. Сегодня на этой сцене роль Георгия, директора коммерческого банка, исполнял для вас Георгий, ваша фамилия. Корнила Валерия. Валерия, Валерия, Валерия Корнила. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Даже несправедливость в этом есть. Вот просто несправедливость. Юбилей. Какое-то понятие неженское. Обидно. Неженское это понятие юбилея. Какое-то мужское понятие. Ты сядешь в строю. Сто лет в заводу. Тридцать лет в турбине. Две недели жена в командировке. Четыреста секунд пить перестал. У женщин как-то нет таких цифр. Не должно быть. Ведь женщина рождается для радости. Женщина должна, мне кажется, не подсчитывать, а тратить. Вот для этого и рождается. Я, конечно, помню свои цифры. Я, конечно, что же я не помню разве. Конечно, помню. Конечно, помню. Два восемьсот пятьдесят сорок восемь сантиметров. Это первое мое число, первая моя цифра. Я помню ее хорошо. Двадцать восемь. Это длина юбки была. Потом была короче двадцать два. Короче уж было некуда. Сорок семь. Это я очень хорошо помню. Сорок семь. Столько стоили духи клемма. Французские. Которые мне подарил впервые мужчина. Тридцать семь. Тридцать семь это размер обуви. Господи, сколько же я бы шмачковы стоптала. Господи, тридцать семь. Размер он был тридцать семь. Сейчас тридцать восемь. Ну и что? Значит, расту. Восемьдесят шесть лет папе. Четыре года нет мамы. Восемнадцать килограмм весит маленький Левка. Каня, купи мне машинку за четыреста, убей. Это тоже мои цифры. А дальше будут больше. И тоже будут моими. Конечно же. Боже мой, когда вспоминаешь эти цифры, когда их вспоминаешь. Вы знаете только чего я? Я ужасаюсь одной цифрой. Ужасаюсь. Я когда заполняю паспортные данные, выезжая куда-нибудь за границу. И когда я пишу тысяча девятьсот. Это же конец первой половины прошлого века. Это какой-то кошмар. Но я точно знаю, когда мне исполнится девяносто один, я все переверну в обратную сторону. Все начну сначала. А когда исполнится сто, все буду считать в обратную сторону. Я знаю, я знаю. Это будет сто девяносто девять, девяносто восемь, девяносто семь. И вплоть до рождения. Но есть одно число, которое я хочу пожелать всем. Вам, и мне, и нам вместе. И сегодня я хочу озвучить это число. Я хочу, чтобы многие годы мы жили с одной цифрой. Тридцать шесть и шесть. Пускай у нас будет тридцать шесть и шесть, чтобы радоваться жизни, чтобы я радовалась вам, а вы радовались мне. Вот и все. Я, конечно, вы знаете, я готова на любые цифры, я готова на любые числа. И готова играть, возраст играть только в своих монологах. Я готова играть в возраст. Я готова играть в своих героинях, пожилых, старых, только на сцене. Кресло мне, пожалуйста, принесите. Это я надела. Да, да, дед. Да, милая, да. Да, моя хорошая, да, да, да. Да, да, да. Да, 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 да его нет радоваться должна по бабам пошел наш милый твой дурак еще каким-то дуром а придет домой закатишь ему скандал устроишь ему сцен а какие я бывала закатывала сцены когда была молода как ты я давала пощечин я падала волна я знаю детка даже 17 раз травилась ядом один раз я даже бросилась под паровоз не погоди это кажется было не я но это было анна каренина я играл ее в театре вот дуреха бросилась под паровоз лучше бы она лишний раз бросилась бы под воронского ах как бы я сыграла на твоя бабка была есть и будет актрис а деточка даже когда буду помирать буду актрис кстати это я уже репетирую это будет гениально вы будете кричать браво бис и я встан и сыграю на бис а потом окончательно лягу и вы забросаете меня цветами нет . я не сплю я деточка нынче не сплю у меня бессонница надо я помню я обещала тебе поставить сцену стретч твоего морзовца дедка я все помню милые все милые помню это будет лучше в твоей жизни роль кстати первая роль что я играла в театре это была раненая лошадь ах какой на мне скакала дьютон то а я знаешь дедушка только трагически ржала я все шептала пить пить и есть и он принес мне пучок сена и бокал шампанска но было уже поздно я отбросила копыта я детка играла гениально обо мне даже появился целый ряд серьезных критических статьи в журнале коневодство помню помню я обещала тебе поставить сцену в стрессе детка я все помню мило я просто обдумываю режиссерское решение значит слушай меня запоминай ходит он твой морзовец от него пахнет дешевыми духами и последний трамвай он пьем ты встречаешь его словами пошел туда откуда пришел вон в это время я прячу его ботинки а то видео идет милая что станешь делать то подними меня я покажу тебе как это надо сыграть подними подними кстати так уже где-то стояла избушка избушка повернись к лесу передом ко мне задом да я играла избушку в детском театре в меня вбегали и выбегали так что вам не творилось особенно иван царевич от него кстати родилась твоя матушка что тебе не нравится что я обмах его и с веером какой нафталин это не нафталин это духи который подарил мне буденный когда я душила с этими духами вся первая конная ржала под окном не могу понять два часа ночи мы не спим мы что детка кого-то ждем какого кобеля мы что завели собаку какой породы твой муж значит дворняга сам прибьется к дому ай деточка я не знаю что я должна делать чтобы ты прекратила плакать милый не знаю кстати я сегодня утром тоже плакал плакал это плакал отчего же я плакал ах да сегодня утром твой мерзавец поцеловал мне руку сам уехал в командировку в норильск тебя просил не будит просил чтобы я тебе все передала а я тебе детка этого не сказала прости 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 свою старую бабку ты думал он по бабам пошел нет детка он не пошел он поехал иди милый спать иди 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 я посижу повспоминаю ах сколько в моей жизни было мужчин ну все померли иди спать детка иди нет милый я спать не стану я детка нынче не сплю у меня бессонница да да а а что ждет актриса от автора естественно одного подарка нового текста нового новой миниатюры нового монолога ну я естественно такой вот монолог написал я его хочу прочесть если он вам понравится я его и дальше буду исполнять если не понравится отдам клариновику и пусть она с ним мучается ты говорят такая симпатичная и не замужем я говорю поэтому и такая симпатичная мне казалось что это смешно я не знаю а оно мне нужно замуж идеального мужа все равно же не найдешь такого чтобы обеспечивал и не гулял не врал не курил не пил и не ел вон у Нинки подруги моей она между прочим по любви выходила муж ни копейки домой не приносит вернее то что он приносит это копейки у нее физик теоретик шизик интеллектуал то есть что-нибудь продать или украсть у него просто ума не хватает ему дружки детство помочь хотели а ну они то уже все в порядке все в люди вышли кто вор кто бандит одним словом бизнесмены они его с собой на дело взяли натасе говорят постоишь пока мы банк грабить будем и пять штук твои а ему надоело одному в темноте стоять он вышел под фонарь с журналом научным там статья интересная была так уж дружбаны его все смылись уже милиция приехала он все стоял статью читал по этой статье его и взяли поговорили и отпустили сказали чего с него взять дебил вот с тех пор нинка на трех работах вкалывает а оно мне нужно а галька замуж по любви выходила семь лет с ней прожила вот он когда трезвый всем хорош только она вот трезвым ни разу на семь лет не видела даже когда детей делали он двух слов связать не мог потом только когда они подросли сказал гальке по-моему наши дети не от тебя однажды в привоксальном ресторане втроем наклюкались поезд уже от перона отходит они за ним двое успели последний вагон вскочить а он остался милиционер говорит видите как вредно пить ваши товарищи уехали а вы остались он говорит так это я ехать должен был а они только провожать пришли а галька даже к гипнотизеру его водила гипнотизер десять сеансов с ней провел а на одиннадцатом сам запил она у меня такое счастье нужно а тоньке как повезло ой как ей повезло и одно и сразу все досталось вот тонька полы моет он бездельник на стуле сидит тонька говорит ноги подними знаете что он ей сказал видишь говорит ты без моей помощи даже полы помыть не можешь он однажды керной пришел ну вернулся домой керной идет руками за стену держится сын говорит папа почини велосипед он говорит так вот все брошу и буду чинить а недавно знаете что устроил поздно ночью завалился пьяный домой и в темноте к тоньке в постель и такое с ней вытворял что тонька нарадоваться не могла потом встал оделся в темноте сказал ну я пошел домой и ушел через двадцать минут вернулся разделся лег к тоньке и сказал извини на работе задержался и уснул а тонька всю ночь лежала и думала кому же он в первый раз то приходил а оно мне такое нужно счастье шоу-группа тихоу 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 ура товарищи ура землю христианам фабрикой рабочим кораллы клави каму кларнет а всем вот товарищи кабельческие куплеты кронки там и и ы с и и и и и и и А Клара, Клара, Кларочка, С ней случай был такой. Заб� гвоздильный Кларочки Открыл брудь трудовой. Работница, ударница, Приставлена гвоздя. На Кларочку внимания Никто не обращал. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Не может быть! Представь себе, никто не обращал Его кружки марксистские повсюду создались В кружке мы как-то с Кларочкой изрядно добрались На стол залезла Кларочка и речь произнесла Она, она комичную была О, спросите меня, что хочет женщина Так я вам отвечу, женщина всегда хочет похудеть Зачем? Зачем? Я съела оливье Все поняли, у Кларочки ораторский талант Любили слушать Кларочку марксистный фабрикант А как она искусница владела языком Казалось, даже дождик с неба копал кипятком Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Не может быть! Представь себе! Ну просто кипятком! Теперь у нашей Кларочки большой репертуар На выступлениях Кларочки всегда стоит угар Стоит солдат, стоит подросток и вся вокруг стоит Когда на сцене Кларочка со зрителем лежит И вот она нарядная на праздник к нам пришла И много-много радости мальчишкам принесла Ура, товарищи! Ура! Эй, Сигин, это Клара Новикова, а ваша Клара Цеткин ждет вас в палате Не может быть! Представь себе! Мельбардон, мадам! А фрау Шмэк-шмэк? Альдесса Арманд пришла? Пришла! А фрау Пух-пух? А Фанька Каплант тоже придет? Придет! А эту фройну возьмем? Кларочка, может и вы составите нам компанию? Ну хорошо, хорошо, в следующий раз Но знайте, что в душе у нас для вас местечко есть И помните, всегда вас ждет палата номер шесть Аплодисменты! Аплодисменты! Садись! Будем катать! И поцелуй с памятником. Спасибо вам. Спасибо. Я потрясена абсолютно от неожиданности Людмила Александровна Путина. Думаю, что в партии красивых женщин прибыла. Правда? Спасибо вам. Оля, ты дура, Оля. Оля, ты такая дура, я таких дур не видела, какая ты дура. Че ты смотришь на меня? Че ты смотришь? Че не понимаешь, что ты дура? Че смотришь на меня? Ну ты такая дура, я таких дур не видела, понимаешь? Че это ты не дура? Вот объясни, че это ты не дура? А кто дура, если ты не дура? Кто дура, я? Я дура? Оля, если я дура, то ты самая дурная дура из всех дурных дур, которые я знаю Че ты не дура, если мужика не можешь захомутать Они от тебя шарахаются, как тараканы от комбата Ну че ты смотришь, ну скажи, вот ты сидел за столом Так он к тебе подвалил, что он тебя спросил Как тебя зовут, правильно? Че ты ему сказала? Ты сказал, что ты Оля Оля, ты дура, понимаешь? Че ему твое Оля? Да Оль, как собак нерезанных Ты что, не могла ему сказать, что ты Кассандра, ты Психора, Дульсинея Тамбовская? Оля Он из Ольда, думаешь, она из Ольда? Она по паспорту Кучко Евдокия Петровна Дуся она, понимаешь? Ее так отец назвал, че из прабабки, садист Ну дальше, дальше, че из тебя вытяли, как будто это мне нужно Дальше че, ну рассказывай Он тебя подвалил, спросил, как тебя зовут, что было дальше? Че? Че? Он тебе предложил по бокалу шампанское? Ну и че ты ему сказала? Что ты не алкоголичка? О, как все запущено Оля, я понимаю, если бы он тебе предложил по канистре самогона на брудершафт Ну шампанское, это же романтика, если бы вы с ним кернули, он бы к тебе полз, понимаешь? Он бы своим пузом весь паркет отцикливал Ну че дальше, дальше че было, чего было-то? Он че, че предложил? Выбрать десерт? Что ты выбрала? Поросенка с хреном? Слушай, дурсинея Ты читала «Занесенные до ветра»? Ну про скорлет Ты помнишь, что я там нянька втирала? Настоящая леди должна кушать, как птичка Где ты видел, что птицы так жрали? Если бы они так жрали, они бы не взлетели А если взлетели, то ты бы потом не отмылась Оля, смотрю на тебя, я ничего не понимаю Ну что ты, я из тебя вытягиваю, как будто это мне больше надо Что потом было? Он тебя пригласил танцевать? Ну что ты ему сказала? Шутя Артроз тузобедренных сустав Ну и нафиг ты ему сдалась, рухлядь такая Ты посмотри, золь, да и ввалить седьмой группы А пляшет, как блоха на сковороде У нее единственный орган, который не болит, это хвост Как, почему? Потому что нет его Про нее даже один чувак книгу написал «Живой труп» Читала, нет? Оля, 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 что потом? Что? Что? Он спросил, любишь ли ты детей? Что ты сказала? Всех троих, особенно младшего Ну и нафиг ему этот детдом объясни Ты посмотри, золь, да мать героиня У нее пятеро все от разных героев Когда пришел этот новый хахаль, когда он увидел этот выводок в памперсах Так ему самому памперс понадобился Ты знаешь, как она его успокоила? Она сказала «Милый, ты что так волнуешься? Ты же пришел на все готовенькое» Потому что она умница, понимаешь? Потому что я ей говорю, она меня в тетрадочку записывает Она меня конспектирует, понимаешь? У нее по мужиковедению и по научному самцеводству пять с плюсом Чего это он тебе все равно не подходит? Объясни Чего это он тебе не подходит? Женатый Милая моя Да на всем белом свете есть только две категории мужчин Которые нам не подходят Первые голубые, вторые мертвые Причем первые хуже Как почему? Потому что они наши конкурентки Женатый, господи, да разведем на два У Изольды сейчас тоже какой-то окольцованный Ну она же опытный самцевед Она ему быстренько палец зачистит Стоп Он тебя про возраст спрашивал И что ты сказал? Ты сказал, что у тебя тридцать два Восемнадцать и ни копейки больше Ну и что, что трех зубов не хватает? Говори, молочные выпали Ждешь, вырастут новые Да у меня мой муж не знает, сколько мне лет Он говорит, кися, я конечно догадываюсь Какого ты года, но вот какого ты века Оля, в нашем почтенном возрасте Тридцать два Нам красавчики могут только сниться Нам любой секонд-хенд подарок с небес Что он тебя впаривал? Что? Что у него в коробке передач в машине Чего гакнулось? Шестеренка? А ты что? Ты уснула? Все, Оля, мы его потеряли Ты же ему в душу плюнула Он же тебе святому говорил Что-то тебе неинтересно Я неинтересно Ты видела, как Изольда смотрит хоккей Ты это видела? Ой, какая прелесть Ой, какое чудо В самом деле она вообще не врубается Зачем целое стадо мужиков машет косами Когда вокруг леды и одной травинки Оля, ты сдохнешь в одиночестве Ты будешь лежать на своей продавленной тахте Как старый верблю, только горбами вниз А в ответ он скажет Маманя, заглохни Мы тут видак смотрим Да вырастут дети Вылетят из двухкомнатного гнезда Надо, чтобы рядом был мужчина Ты понимаешь? Кто же смотришь? Что ты смотришь? Встань, встань Какая ты жирная Тебе надо сбавлять килограммов в сто Вон Изольда, 33 было А как похудела прелесть А ты как твой десерт, только без хрена Как он тебя называет? Как? Газель? Оля, а кто такая газель? Я хочу знать Кто так? Лошадь на длинных ногах Дура, газель это грузовик А как ты его называешь? Воробышек? Какой нафиг воробышек? Ну что, что шибстик? Ты запомни, чем мельче мужчина, тем глобальнее комплимент Ты моего Карла увидела? Я ему все шмотки в детском мире покупаю А как я его называю? Бизон Дикий мустанг А сколько раз его сквозняком в корточку сдувало? У Изоль Ты вообще какой-то гном закончен Ты знаешь, почему он ноги ей целует? Он просто больше никуда не дотягивается Оля, ты запомни Люди как ботинки Мужчины с годами стаптываются А женщины разнашиваются Что ты смотришь? Что ты смотришь? Вот это что у тебя на шее? Что вот это на шее? Какие нафиг бусики? На бусики сегодня ведутся только дедусики Повесь их обратно на елку, не отнимая у детей радости Руки, руки, покажи Что это за культяпки? Где когти пантеры, которыми выцарапают страсть из мужского сердца? Что ты выцарапала? Ужим грядок картошки Оля, найди в своем детдоме пластилины при собачьи накладные ногти У Изольда, если отодрать все, что называется кладное, вообще получится, человек-невидимка Вот эта юбка, это ты называешь юбкой, да? Это саркофаг Вот ты мне объясни, зачем ты нам ноги похоронила Ты запомни, юбка это мышеловка для мужчин А ноги это сыр в этой мышеловке Где сыр, я тебя спрашиваю? Что кривые и короткие? У Изольда вообще ни одной прямой ноги нет У меня? У меня ноги от ушей растут Милая моя У меня просто уши низко висят Плачь, плачь Плачет она Что тебе правду скажешь, если я не скажу? Плачет Че смотришь? Че плачешь? Кто гуляет? Он гуляет с тобой от жены? Че ж ты плачешь? Пускай жена плачет Че подарил тебе кольцо? Ну покажи Покажи кольцо Пока У меня такое было недавно, только я его потеряла Глава Вообще у меня с руки не снимается Тут процыпаюсь, полипались В подсолнечном масле Кольцо как сдул Как ты сказала? Шипстик? Женатый? Ну, Оля, теперь скажи, кто дура Скажи, скажи, кто дура Кто ты, да? Ты, Оля, не дура Это я дура Ты, Оля, змея Вот это ты, Оля Запись получила? Прямо как у Регины в программе В кулисах не просто аншлаг А переаншлаг Маскируемся Прорываемся Жди Ну что? Как много тенушек хороших Но откровенно скажем мы Все в двору, то есть тетю Соню Поголовно влюблены И сражены Штирлиц Молодец, я с тобой хочет Ржевский Лишь с тетей Соней хочет быть Хе-хе-хе Врежнем И тюхтя любит тебя осень И новый русский Готов, блин, все в тебя Вложить Четвертые сутки Ликует столица Мадам, тетю Соню Изволят встречать Вам лишь бы пожрать А после напиться А я с тетей Соней Хочу полежать Поверь, тетя Соня Мы были и будем Нас любят за то Что не любим скучать Приляжем, родная И пусть вокруг люди Пусть учатся люди Ха-ха Как надо лежать О Кларе Ты не думай С высока Она Моя радистка С кличкой Соня Всегда шифрует В центр мои слова То сплетнею То шуткой То иронией В разведке С тетей Соней Нелегко Заметен цвет волос Заметна грация И я Полковник Штирлиц За нее Замучился Таскать Повсюду Рацию Заметна грация И я Заметна грация И я Заметна грация Шаланды полные артистов Я без базара повидал Но пацаны Конкретно чисто На тетю Соню Я запал Нам жизнь с тобой Связать не поздно Отказ, блин, Как холодный душ Я хочешь буду типа спонсор А хочешь буду типа муж Увезу тебя я в кундру Увезу к седым снегам Шкуры местных юмористов Бросу я твоим ногам Посажу тебя в обрядку Натяну тебе гунты Ты не будешь тетей Соней Тетей Тюхти будешь ты Мы поедем и помтимся Прямо в тундру безосвратно Там тебя я расцелую Даже лызы не сниму Тетя Соня ждут олени Поскорее соглашайся Если ты не согласишься Я ретину убежу Однако и двоих можно Эхээээй Ага, ага Простите, я с бумажкой пришёл Уже ведь с памятой не так хорошо Но помню я зачем сегодня я тут Чтобы поздравить жювелеем ту, Которую я вон там сидеть на краю. Ну, а теперь я без бумажки спою. Женщин веселых я всех люблю, Ну, а тебя тем паче Дай твою грудь орден прикреплю. Я не могу иначе. Она нас у нас вела, она всех довела, Она вздружила головы, такие бродила. Вся жизнь для нас одна погоня, За той, кто нами так любим. Ведь нам нужна одна лишь тетя Соня. Одна на всех мы за целой не постоим, Одна на всех мы за целой не постоим. Хотя подороговаться бы не мешало. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Где мамка-то ваша? Вот он, Регина Дубоицкая! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Кларочка, Кларочка, ну поскольку мои ребятишки Уже устроили здесь на сцене настоящий шурум-бурум, Мне остается только поздравить тебя И пожелать, чтобы на всех твоих концертах В зале было бы столько же зрителей, Столько же смеха и аплодисментов. И цветов, конечно. Ты, ну твои аплодисменты. Ты, конечно, безусловно, комедийная актриса от Бога. АПЛОДИСМЕНТЫ Удачи тебе! Спасибо, спасибо! Ну что бы я ни делала, что бы я ни придумала, Какие бы монологи ни исполняла, все равно тетя Соня, да тетя Соня. Вы знаете, когда меня спрашивают о тете Соне, Я хочу сказать, что, конечно, Одесса это еще один город моей любви, Если это можно так сказать. И почему так возникло, я даже не помню. На первой юморине, это много лет назад. Понимаете, этот одесский юмор какой-то, ну что говорить, он, конечно же, особенный. Но я с этим столкнулась лично, я расскажу какие-то свои истории. Потемкинская лестница, народу невозможное количество, Первое апреля, внизу вручает какие-то, какие-то сувениры, какие-то подарки, Такое количество народу. И бабуська одна, лет 80, она мечется, мечется, мечется. Я говорю, бабуленька, я думаю, что ее сейчас затопчут, Она здесь упадет и рассыпется. Я говорю, бабуленька, там еще ничего не происходит, Там еще внизу ничего нет. Она мне говорит, ты видишь, что там ничего нет. Я говорю, я вижу, я тоже хочу это видеть. Это же невозможно, блин, жара! Сумасшедшая! Мы приехали в пальто в зимний апрель, Ну не такой был, как сейчас, жаркий, А все-таки это в Москве было холодно. Мы приехали в зимнем пальто. Я сняла себе это пальто, думаю, господи, Так чего-нибудь хочется холодненького. Вижу, женщина мороженое продает. Я подхожу, говорит, мороженого у вас есть? Она говорит, мороженого нет. Я говорю, тогда что же вы здесь стоите? Она говорит, чтобы на тебя посмотреть, Чтоб в жизни уродства мало. Что бы я ни делала, все-все-все одно. Тетя Соня, да тетя Соня, да тетя Соня. Ну и тетя Соня, так тетя Соня. А-а-а-а, чё такое? Чё тетя Соня узнали? Чтоб вы меня были живые и здоровые, Чё я счастливые, чё я вас вижу, Чё вы здесь сидите. Китти моя, чё ты сам себя обнял? Тебя, чё больше некому обнимать. Ой, чё вам сказать? Говорят, чё возраст, возраст. Знаете, я пришла к врачу, Я говорю, доктор, Чё-то у меня болит правая нога. Он мне говорит, чё вы хотите возраст? Я говорю, так у меня левая не болит, Она такого же возраста, как правая. Дай на меня руку, я сойду. Эй, ну шо ты сидишь? Дай, встань. Тебя как зовут? А? Миша. Чё ж ты стесняешься говорить, Шо ты Миша? Миша тоже имя, Тоже можно сидеть в первом роду. Садись уже. Чем ты занимаешься, Миша? Шо ты делаешь? А? Учусь. Как же это ты сел в первый раз? Как вам нравится этот студент? Они ходят, кричат, Дай стипендию, сел в первый раз. Ну сядь, Миша, сядь, Уже не волнуйся, Я больше тебя трогать не буду, сище. Сище, Миша, Шо ты мне одну ступенечку не довёл. Встань, найди сюда, Я тебе ещё дам две... Это, как это, стипендию выплачу, сище. Ну шо, Мишечка, где ты учишься? В институте. Ну, я понимаю, что в институте. Шо ты за институт такой, Кем ты будешь? В финансовой академии. Шо, тихо. Пятьдесят, об этом не надо кричать. Если кто-то сегодня учится, Так обязательно в финансовой академии, Как будто других институтов нет. Шо, я теперь понимаю, Шо ты сел первый раз. Ты репетируешь. Как будет дальше? Сище, я ещё не... Кстати, Миша, Я тебе обещала не трогать, Я ещё разочек трону, И всё, уйду. Вот это я ещё не успела... Встань, встань, правильно. Сище, тут такие мужчины красивые, Шо-то я до тебя прицепилась, Сище, смотри, какие мужчины. Шо не мужчина, А то финансовая академия. Дай на меня, я... Вот это, и... Ой, что ты это... Ты так на меня смотришь весь вечер, Так ты меня что-то выбил. Сище, и вот это... Ты думаешь, что у тебя Соня Всегда была такая кривая? Ай, Миша, Я была стройная, как берозка, Как тупулек. Эта жизнь, так она меня перекрывила. Я вот это, пришла к Вале Юдашкину, Вы знаете, Валю Юдашкину? А? Я говорю, Валя, Сделай на что-нибудь, Чтоб я могла ходить, Как девочки твои манекенщицы ходят. Так он говорит, Это Соня, чтоб как манекенщицы Надо учиться. Вы знаете, как их учат? Вот эта молодежь в сале, Я хочу показать, Слушайте, Что они делают? Они кладут сливу. И надо так ходить, Чтоб она не выпала. Я дома на кухне попробовала так ходить, Я перевернула холодильник, Я со стенки оторвала батарею, Я потом вообще эту сливу найти не могла. Какое счастье, Что они не придумали арбуз положить. Так, шо я это рассказала? Знаете, В этом году я была в Одессе, Вот это первое, Ой, Одесса, Ой, Когда-то там за мной ухаживал один, Потом он женился, Сейчас он опять ко мне просится. И мы ходим, И мы гуляем, И идем мимо ресторана, Он говорит, Ой, как пахнет. Я говорю, Тебе нравится? Он говорит, Тотшин, Я говорю, Давай еще раз мимо пройдем. В Ригу я ехала, У меня в Риге подруга, Латышка, Ее зовут Фира. Шо такое? Шо такое? У нее чисто латышская фамилия, Рабиновичес. И вот это у нее в этом году была золотая свадьба, Такая свадьба, Шо я такой свадьбы не видела. И весь вечер, Вот этот муж до нее, Лапочка, Кисочка, Попочка, Пипочка. И Аркадий, Вы столько лет вместе, Шо вы говорили такие слова. Так он мне говорит, Соня, Я вам честно скажу, У меня такой склероз, Я забыла, Как ее зовут. Она умница, Фира. Не знаю, Она такая умница, Шо я такую умницу не видела. Даже вот это у нее сын живет в Америке. Так и он пишет ей письмо, Мамочка, У меня родился ребенок, И у жены нет молока, И мы отдали ребенка кормить черной женщине, И ребенок почернел. Так Фира пишет в ответ, Вот это шо я говорю умница, Она пишет, Фимочка, У меня было пять детей, И молока у меня тоже не было, И кормила вас курова, Но рога выросли только у тебя одного. Когда мне говорят, Тетя Соня, Почему у вас такая быщая грудь? Сюда столько народу плакало, Это мозоль. Я не хочу, Чтоб вы ходили сюда плакать, Я хочу, Чтоб вы смеялись, Чтоб я видела вас, Как я сейчас вижу, Чтоб вы были здоровы и счастливы, Шо я так много вас прошу? Я прошу, Чтоб вы были счастливы Для тети Сони. Пожалуйста, Сделайте это. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ О, Чтоб вам сказать, Я смотрю сейчас за кулисами, Стоит один мальчик, Чтоб вы знали, Как я его люблю, Мальчик немножко вырос, Он такой мужчина, Что это видно даже в пальто. Красавец. Знаете, когда-то мама проводила его на концерт и говорила, пожалуйста, я тебя очень прошу, посиди в зале, послушай. Я ходила, слушала. Я сейчас, как тогда, пойду в зал. И буду тоже с вами слушать. Я мечтала, что наступит этот момент. И он вырос, и он красавица, и он поет так. Что я буду говорить? Миша, иди сюда. Что я буду говорить? Я сейчас саду на вот этот стул. Что ты ползаешь здесь? Ты что, меня будешь охранять, сидя на полу? Слава Богу, настало время, что меня тоже охраняют. Это вот так. Дети растут, были маленькие. Вот это. Что-то я сегодня натанцевалась. Так что-то у меня так поясница болит. Я тебе уже больше, Миша, трогать не буду. Иди нас сюда. Я тебе... Помоги мне выйти на сцену. Что-то у меня так болит. Вытолкай на меня, так у меня хорошо получится видеть. Нет, ты что-то ведешь меня, как под венец. Возьми мою ножку, поставь на ступенечку. О, теперь дай на ручку. Вот это. Еще раз возьми за ножку. Не волнуйся, у меня там нету эрогенной зоны. Еще раз. Я тебе скажу, где моя эрогенная зона, чтобы ты знал. Это мой кошелек. Спасибо еще разочек, и я уже буду здесь. Вот это ты все выше и выше берешь, но я тебе не считаю. Спасибо. Как тебя зовут, Сережа? Тебе такое хорошее лицо. Иди сюда, Сережечка. Что-то ты меня так за ногу держал, что я хочу тебе сделать подарок. Иди сюда, я тебе сделаю подарок, а? Мужчине говоришь подарок, так он обязательно придет. Лидичка, дай на мне вот это вот, что я хотела подарить Сереже. Спасибо тебе большое. Сережа, ты видишь, что это? Это календарь за 97-й год, он мне больше не нужен. Чтоб ты бы живой, герой. Тише, Сережа, я посмотрела на тебя, так я вспомнила старый анекдот. Какой анекдот может вспомнить тетя Соня? Это мой анекдот, а столько лет, сколько тетя Соня. Тише, тихо. Ты знаешь, что такое секс? Догадываюсь. Сколько тебе лет? Что ты догадываешься только? У тебя длинная жизнь, видно. Дай бог, чтоб ты догадался когда-нибудь. Тише, тихо. И ты знаешь, что когда секс, надо сильно стонать. Это у кого как. Как же вот твою жену зовут? Наташа. Наташечка, что-то он на тебе жалуется. Я хочу старый анекдот. Что муж приходит до жены, говорит, когда секс, надо сильно стонать. Они легли. Она, говорит, меня стонать. Он говорит, нет. Лежат. Через пять минут она, говорит, я уже могу стонать. Он говорит, нет еще. Я догадываюсь. Через двадцать минут она кричит, ты мне уже дашь стонать или нет? Он говорит, стони. И она застонала. О-о-о-о, денег нету. Ты же, Сережечка, я хочу тебе пожелать, чтоб ты наконец узнал, что такое секс. Чтоб ты при этом мог стонать. И чтоб у тебя еще были деньги. Чего я тебе плохо сказала? Ну, хорошо, я очень рада. Особенно тебе про деньги понравилось. Иди осторожно, ступенечка. Иди к Наташе, чтоб у вас сегодня все было хорошо. Все. Все. У всех людей судьба своя. Свой кукловод и повелитель. И держит ниточка меня. Моя судьба, мой первый зритель. Я не хочу судьбу менять. И если все начать сначала, Я в эту ниточку держалась, Еще, наверное, крепче стала. Я в эту ниточку держалась, Еще, наверное, крепче стала. И не хочу, и не могу я жить иначе. И много лет, я много лет несу свой крест, Когда я вижу, что от смеха люди плачут. Я просто очень, очень радуюсь за всех. Я просто очень, очень радуюсь за всех. Увы, года наверняка Уже не прибавляют цену. И все отдам я с молотка, Себе оставив только сцену. Я не хочу судьбу менять. И если все начать сначала, Я в эту ниточку держалась, Еще, наверное, крепче стала. Я в эту ниточку держалась, Еще, наверное, крепче стала. И не хочу, и не могу я жить иначе. И много лет, я много лет несу секрет, Когда я вижу, что от смеха люди плачут. Я просто очень, очень радуюсь за всех. Я просто очень, очень радуюсь за всех. И не хочу, и не могу я жить иначе. И много лет, я много лет несу свой крест, Когда я вижу, что от смеха люди плачут. Я просто очень, очень радуюсь за всех. Я просто очень, очень радуюсь за всех. Я просто очень радуюсь за всех. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!